Амурский он же уссурийский, он же сибирский. Дальневосточный тигр-кактус лучше представителя своего вида. Занесен не только в красную, но и племенную книги. В Самарском зоопарке кактус в одиночестве живет уже 10 лет. Площадь его жилища была очень маленькой, по клетке зверь мог сделать лишь пять шагов. В прошлом году из Новосибирска привезли тигрицу, кассандру. Но содержать пару племенных тигров в маленьком вольере правилами запрещено. Да и не станут они там размножаться. Решить квартирный вопрос помогла компания «Газпром Трансгаз Самара», оказав финансовую помощь на строительство нового вольера. Есть программа развития амурских тигров, и то, что мы туда еще не вошли, мне это удивило. И было предложено для того, чтобы создать эту семью, надо было расширить вольер. Мы смогли расширить территорию, сделать ее в 10 раз больше, чем она была. Она сейчас по всем нормам соответствует, нормам для развития амурских тигров. И хочется надеяться, что и кассандра, и кактус найдут друг друга для того, чтобы мы полноценно могли сказать, что мы создали семью тигров. В природе амурские тигры живут по-одиночке. У кассандры и кактуса пока отдельные квартиры. Какое-то время животные будут обнюхиваться через решетку, а когда сотрудники зоопарка убедятся, что пара настроена благожелательно, заслонку между вольерами поднимут. Пока тигрицы настроены к жениху немного агрессивно, но шансы на взаимность велики. Как и у людей. Только люди могут между собой договориться словами, подарить цветы, еще что-то. А здесь понравилось, не понравилось. Но тфу-тфу-тфу, скажем так, плюнем через левое плечо. У нас в зоопарке сколько пар образовывалось, они всегда приносили потомство и всегда нравились друг другу. Главный зоотехник утверждает, что 10-летний кактус – тигр в самом расцвете сил. Он тяжелее своей невесты ровно на 100 килограмм. Его вес выше среднего, и, возможно, кассандра оценит это по достоинству. Перспективы расширения жилплощади есть и у других обитателей Самарского зоопарка. Вообще стоит вопрос о том, чтобы в ближайшие годы, ну, ясно, что это не за один год делается, мы получили полноценный зоопарк, где все животные смогут жить в не менее комфортных условиях, чем вот те два тигра, которые у нас за спиной. И тогда это действительно стало бы интересно и для жителей нашей области, и для приезжающих сюда туристов, потому что, ну, таких по-настоящему хороших зоопарков мирового уровня у нас не так много. Инесса Панченко, Василий Колдашов. События.